Гидфан на связи Палундра, а сейчас я расскажу вам про то, как слухи становятся правдой, почему игроки Дальнего Востока яростно взрывают форум несколько дней подряд, как получить крейсер Сталинград, кто стал хедлайнером ВГФеста 2017, а еще подробно расскажу и про нововведения патча 0.6.12, о которых вы почему-то еще могли не слышать. Но перед всем этим – короткая реклама. Аналоговое телевидение умрет уже в 2018-м. Не будь мамонтом, переходи в новый век цифрового телевидения. Ресиверу от IconBit не нужна специальная антенна или высокоскоростной интернет. Приставка DVB-T2 поймает сигнал даже в отдаленном регионе. Отличное соотношение цены и качества. Насладись идеальным видео и звуком с поддержкой Dolby уже сегодня. Узнай больше по ссылке в описании. Выпуск сегодня будет объемным, потому постараюсь не тянуть и пройтись по темам, коротко затронув только суть. Ну а начнем мы, конечно же, с анонса клановых боев. И еще в понедельник разработчики подробно рассказали нам про этот режим. Так мы узнали о том, что в отличие от командных боев, клановые бои будут выделяться за счет заработка рейтинга для клана. То есть, сколько бы команд одновременно не играло в режиме, в ладере будет отображаться только лишь клан. И сумма очков будет отражением всех заслуг всех команд этого клана. Ладер также оказался не таким уж простым. Помимо заработка очков рейтинга, которые, как и звезды в рангах, приобретаются победами и теряются поражениями, клану еще для перехода из лиги в лигу требуется пройти игру на повышение. Суть механизма проста. Достигая потолка лиги по очкам, начинается квалификационная серия боев из пяти штук. Если побед будет больше, чем поражений, игра на повышение пройдена. Если нет, то потеряв 35 очков рейтинга, клан остается в прежней лиге. Потери лиги происходят похожим образом через игру на понижение, механизм которой с точностью повторяет игру на повышение с отличием лишь в том, что если игру клан пройдет своими поражениями, то он потеряет лигу. Кстати, всего лиг будет четыре, которые в свою очередь разделены еще и на группы. Ну а матчмейкер будет собирать бои между кланами одинакового рейтинга. Плюс-минус. А значит, если в вашем клане есть основная команда из сильных игроков и команда для тренировок, которые только начали играть, то выхода у вас всего два. Либо разбить команды на два клана, либо смириться с тем, что тренировочная команда будет сливать рейтинг, пока не подтянет скилл хотя бы примерно до показателей основы. Ну а в качестве сладенького разрабы сдержали обещания и сделали для клановых боев свою экономику с фиксированными значениями опыта и серебра для всех участников команды. Уйти в минус можно только без према, при поражении и то на 50 тысяч, а при победе с премом прибыль составит 250 тысяч. Но так как модификаторы с камуфляжей и флагов действуют в режиме, то эта цифра может серьезно измениться, особенно если ваш корабль имеет пермофляж на уменьшение стоимости обслуживания, которое составит в режиме 180 тысяч серы. Ну а в качестве сочной вишенки разрабы вперели задачи на победы в лигах, выполнив которые игрок может получить флаги, камуфляжи, месяц, према, элитный и свободный опыт и даже наградной крейсер 10 уровня Сталинград станет чуть-чуть ближе к вам, если вы сможете выполнить эту задачу на высшей лиге в течение трех сезонов. Другими словами, в первом сезоне вам дадут только один флаг, ну а спустя три сезонов вам выдадут наградной крейсер 10 уровня. Но так как он находится еще только в разработке, толком о нем ничего не ясно, но лично моя сильно хотеть данный корабль. А для социопатов приятной новостью станет то, что Сталинград в будущем можно будет получить и другими способами. Как мне кажется, речь идет про ранги, но я не знаю точно, возможно мне просто так хочется думать. Про аренду десяток, переделку карт и режим без авиков вы, наверное, и так помните, потому повторяться об этом лишний раз не стану. Просто отмечу в конце описания сезона одну смачную ложку дегтя в этой, безусловно, вкусной бочке меда, которую разработчики заботливо положили в суть режима. В клановые бои можно будет сыграть только лишь в прайм-тайм с 7 до 10 вечера по московскому времени каждую среду, четверг, субботу и воскресенье. И если вы сейчас задались вопросом, в чем же заключается неприятность, то ваш часовой пояс, скорее всего, близок с московским. Потому как ребята с Дальнего Востока с минуты публикования новости атаковали форум, показывая, насколько их много. Шум стоит до сих пор такой, что и других тем не видно. Оно и неудивительно, ведь с часовой разницей в 7 часов от Москвы, играть ночами в первый по-настоящему клановый контент нет сил, а желание есть, ведь список вкусностей, как вы уже узнали, большой. К тому же клановых ивентов до этого, считай, и не было. А то, что все мы, взрослые люди, играть по ночам в игрульке уже не получается, тоже повышает степень праведного гнева. В общем, и чего вам все это расписывать? Те, кого это затронуло, думаю, понимают все и сами. Я же скажу, что атака на форум прошла успешно, потому как капитан Сабактавен прилетел в одну из тем и подробно по полочкам разложил, почему все так, как анонсировали. Длинно пост цитировать не стану. Текста реально много. Я только лишь его покажу. И кто хочет, сможет сейчас нажать на паузу и прочитать его целиком. Я же просто озвучу тезисы. Разрабы вложили сим в режим по максимуму. В будущем, если все пройдет отлично, будут развивать концепт. Но важно понять, что клановые бои – это контент не для всех. Потому народа в данном режиме заинтересовано не так много. И для создания комфортных условий для матчмейкера и создания честного рейтинга нужно сделать прайм-тайм, чтобы собрать тех немногих, что есть в игре, в одно время. Спецы анализировали клановый онлайн и нашли пик. И в данный пик установили прайм-тайм для того, чтобы командные бои, так сказать, завелись при участии большинства из заинтересованных игроков. Разработчики не считают, что игроки из московского региона важнее, ценнее или лучше. Но для работы матчмейкера нужна максимальная концентрация игроков для режима. В будущем это может быть изменено. И, конечно же, Филипп извинился перед всеми, кого решение в разработке не устроило или стало неудобным. И знаете, как по мне, объяснение данное весьма логичное. Хотя мне оно и не особо нравится. Ведь вечерний прайм-тайм по Москве у меня кипит работа. Именно поэтому и стримов в это время на моем канале, считай, нет. Тем не менее, смириться с данным решением я могу. А вот руководство Альянса Пацифик Флит, если слухи не врут, таким убеждением не пронять. И они твердо-натвердо решили, что если разработчики не пойдут на уступки, они забросят игру. Что, конечно, отчасти можно понять, но лично я не могу разделить этого мнения. Тем более, что тут и там разработчики намекают на возможное расширение. Увы, точной информации не сливают, будет ли это сделано в рамках первого тестового сезона или же второго, который, если слухи не врут, должен будет пойти следом за первым. Тем не менее, шансы есть и надежду хранить не стоит. Точнее, вам, боюсь, даже разрабы не скажут. Ведь потому, как до момента начала боев никто не может дать точно ответ, завелись ли клановые бои или нет. И хватает ли онлайна для матчмейкера. Но в теории попробовать это сделать можно. Давайте просто возьмем и проведем голосовалку на тему праймтайма. И сильно ли много моих зрителей смогло бы играть исключительно в дневной праймтайм, и которых данный праймтайм отрезает от режима начисто. Активируйте подсказки в верхнем правом углу и голосуйте. В следующем выпуске узнаем результаты. Кстати, голосованием в прошлом выпуске мы уяснили, что Мусаша ждут 83% моих зрителей. А из важных нововведений патча 0.6.12 еще отмечу старт хэллоуинских операций. Видео с прохождением операции 2017 года уже есть на моем канале. Ну а если количество лайков под данным видео еще сегодня достигнет 1000, то завтра обновлю гайд по прошлогодней операции. Ну или может быть послезавтра. Также подтвердились слухи про возможность обменять Кутузова, Белфаста и Перта на дублоны в связи с изменением механики работы дымов. Как выяснилось, действовать эта возможность будет только 6 недель, а выведенные из продажи премы частично вернутся в магазин в лице Перта. Кутузовы и Белфаста убирают навсегда. Ну а про механику новых дымов, глубоководных торпед, наверное, нет смысла повторять, хотя имя патч тоже выделяется. Ведь всю механику подробно я объяснял в прошлых выпусках, потому повторяться не стоит. А из прочих нововведений важно отметить, что серьезно переработан клановый интерфейс и введена возможность вступать в уже созданные клановые отряды. Появится список таковых, а в клановый чат будет сообщаться о результатах боев клановых отрядов. С остальными более мелкими изменениями патча вы можете ознакомиться в патч ноуте на официальном сайте игры. Ну и под конец выпуска отмечу, что в блоге разработки вышли новости на тему изменения звукостолкновения. Он стал намного неприятней. Глядишь, из союзных таранщиков будет после этого меньше. А еще и работу ПВО из Инвиза выпилят из игры. Ну а выступать на сцене Вегафеста позовут Басту, Темникова и Феофана. Кто все эти люди, я конечно же не знаю, но вдруг вам будет интересно это. Фух, выпуск оказался длиннее обычного, но кажется я рассказал все самое интересное. Если что-то забыл, напишите это в комментариях. Ну а на этом все. Удачного рабочего дня и до связи.